До начала учебного года остается всего неделя. Приемка школ, стартовавшая 5 августа, подходит к завершению. 99% образовательных учреждений области завершили ремонтные работы и прошли приемку межведомственных комиссий. Есть учреждения, которые приняты и акты подписаны с замечаниями. Как правило, подавляющее большинство замечаний устраняется к 1 сентября, но если таковые замечания есть, они не угрожают жизни и здоровью детей. Мы надеемся, что все образовательные учреждения начнут учебный год в хороших, комфортных условиях. Особое внимание уделялось безопасности зданий, где будут учиться дети. Сотрудники МЧС проверяли исправность систем противопожарной защиты, состояние путей эвакуации, наличие и исправность первичных средств пожаротушения. Следует отметить, что в День знаний во всех образовательных учреждениях области пройдет открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности. Будут проводиться у нас тренировки по эвакуации людей, будет предоставлена пожарно-спасательная техника детям, чтобы можно было потрогать, полазить, посмотреть, что это такое. И вот именно первоклассникам это будет интересно. Начальник областного департамента образования Ольга Антонова отметила, есть несколько проблемных школ, здания которых требуют капитального ремонта. Самая непростая ситуация в Савинской средней школе. На сегодняшний день пока нет никаких экспертных заключений, специалистов, которые бы давали основание школу закрыть, но тем не менее муниципальные органы управления образованием, администрации прорабатывают вопросы. Если вдруг после официальных экспертных заключений такое будет сделано, заявление о том, что школу использовать нельзя, тогда дети будут переведены в другие образовательные учреждения Завинского муниципального района. В этом году из-за миграционных процессов в регионе увеличилось общее число учащихся на 3000 человек. Причем речь идет не только о первоклассниках. Их стало всего на сотню больше по сравнению с прошлым учебным годом. Впервые в сентябре за партой сядут 1757 детей. Любовь Почерникова, Андрей Семеновков, РТВ Иваново.